Всем привет! Решила заглянуть на YouTube, появиться. Давно ничего не снимала, как всегда. Сейчас жду клиента, например. Юля ко мне придёт с Гучиком. Они ко мне ходят с трёх месяцев. Ему сюда же гулять нельзя было. Они пришли за первым комбинезоном. Сейчас он уже вырос. Такой большенький шпиц. Вот. У него розовые ушки. Такой красавчик рыжий. Вчера, когда он к нам приходил, шпиц ЧП. Терноподпалы, померанец. У него такая красивая мордочка. Он как совёнок такой вообще. Трелесть. Вот где пропадают красивые кобели. А когда ищешь на вязку со всеми титулами, даже там получаешь не такое. Вот. Ну, в общем, мне нравится, чем я занимаюсь. Ко мне приходят такие красивые собачки. Новые знакомства, новые люди. Я очень рада, что ко мне приходят многие с канала. Всё-таки некоторые смотрят меня на ютубе с моего города. Недавно приходила девочка Буся. Взяла комбинезон зимний. Дождевитёк с ушками. И розовый на осень. Было очень приятно встретить людей, которые меня знают. И которые пришли за одеждой. По сути, одежду можно и заказать, да, в других местах. Но мне приятно, что вы поддерживаете то, чем я занимаюсь. Всё, я отправляю, конечно, и по России, и не только по России. Сейчас сложно с другими странами. Но всё равно меня заказали в Азербайджан недавно, в Казахстан. Всё это сейчас через золотую корону проходит. Вот, подготовилась. Ждём всё на мальчишку в размере L. Даже XL подготовила. Не знаю, мы с подросли. Три месяца не видела. Но летом шпицу не нужна одежда. Вот. Шпицы тоже мёрзнут. Не все шпицы... Не всем шпицам жарко зимой. Все разные. Вот. Дождевик в любом случае шпицу нужен. Я уже утром погуляла с Корди. Помыла чайки. Вон, что-то здесь в листьях пришёл. Это проблема вечная. И попозже я расскажу вам о питании моих собак. На что мы сейчас перевелись. Давно не рассказывала. Кстати, хочу отметить, что качество моих видео, мне кажется, стало гораздо лучше. Многие топили за звук, что не слышно. Я, конечно, не так громко говорю, но... Кстати, в жизни я громко говорю. Но со звуком была реально проблема. И с ТС я вам расскажу. После примерки про корма. Про покупки, которые мы вчера совершили с мужем в магазине Зоозавр. Закупились, так сказать, для нашей стаи. По-другому их не назвать. Сейчас у нас Йорки, Шпицы и Корги. Кто запутался в... Мой любимейший помёт номер 2, где было 5 щенков, 2 мальчика, 3 девочки. Недавно вижу я мальчика, которого я назвала Гуччи. Но его переназвали Йоси. Он вырос там 2 килограмма, 2-200. Такой худенький мальчик. Все похожи на чайки в основном. Все они прям маленькие. Зефирчик тоже из торопомёта брат Йоси. Он вырос стандартно. Ну, хозяйка Марина. Привет вам. Он живёт в Беларуси. Она так хотела, чтобы он был побольше. Ну, вот так и получилось. Кстати, Зефир у нас единственный мальчик. Прям отличающийся от других. Остальные все мелкие. Но генетика такая, что может собачка пойти не только в родителей, но и в саму себя. Также через 2-3 поколения. Чтобы она не бегает у меня. Бетти, ну что ты делаешь? Ты девочка или что? Крич-трэш. Беттика у нас издевается над чайкой. Чайки бесхарактерный парень. Иди сюда. Мы намылись. Сейчас ещё причесаться осталось. Да? О, какой красивый. Сейчас причешемся. Бантик заплетём. Дома вот такие футболки носим. Как у нас в поясе ходит, чтобы пояса особо не видно было, чтобы красиво все было. Такие худи, футболочки. Мастичные. А на, тебе велика что ли? Дома мы носим вот такие футболки красивенькие. Такие футболочки даже жалко на улице одевать, потому что там пыль летом. Поэтому мы красуемся дома. Мы носим поясок от меток. Чтобы его не видно было, я пижамки тоненькие поддеваю ему. И какие-то футболки красивые. Ты такой красавчик. Чайки. Ты сам-то это знаешь. Папаша. Бегом завтраку, потому что я сейчас, наверное, помру с голодом. И жду на примерку. Это комбеза унисекс для мальчиков. Теории подходят и для девочек. Но для тех, кто любит закрытый живот, лучше надо обратить внимание на комбеза с закрытым животом. Это уже для девчонок в розовых цветах. Пишите. Группа ВКонтакте у нас есть. Можете мне лично сообщение писать, либо в Инстаграме. Или просто на номер. Такие мальчика приготовила. Разные ценовые категории. Подешевле. Которые же. Такие диме-сезонки. Монклеры сейчас появились. Разных цветов. Вот такой вот новый. Теплый. Раньше были такие дождевики. Они и сейчас есть. И на меху. Вот такой светоотражающий. Мой любимый плеск, который у Маркуса. Комбез авокадо. Миндальный комбез. Новый из новой ткани. Также из новой ткани. Синий. Синяя сталь. Потрясающий просто комбез. Королевский. Синий. С опушкой под енотом. С шубкой. Это я вам показывала в прошлом видео. Светерапрада. 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 Шапки. У нас сейчас есть наличие шапочки. Это полностью ручная работа. Даже помпончик делается вручную. Бежевая. В бисквиту классно. Вот это еще больше подходит. Стараюсь выбирать в комбезе цветах. Нитка-то много всяких. Что подходило. Это розовая. Такая серенькая. Она классная вот к этому комбезу. Вот с таким мехом есть. Это натуральный. Синенькая. Такая малышка розовая есть. Малиновая. И еще вот такая вот нежная. Я снимаю, конечно, очень коряло. Ладно. Также есть вот такая. Закрытыми ушками. Но лучше всего держатся такие. Они утепляют горлышко. И очень красиво смотрятся. Когда есть время, можно сделать ее под заказ. Два дня ожидания. То есть это определенный размер и цвет. Так они, в принципе, стандартно на йорках 2-4 килограмма. Размеры тоже разные. Измеряются обхват шеи и расстояние от уха до уха. Вот Аюсенька. Мне тоже надо. Баный день ее стру. Зимой всегда пребиотик покупаю, чтобы она лучше ела. Она такая малышка, короче. У них периодами так. Ну все, все этим не мешаю. Спи. Либо там у нас на диване. Так, я снова включаюсь. Хотела бы еще рассказать историю, которую забыла рассказать. Я снова ищу хозяев для собак. Я уже могу назвать себя куратором, волонтером. Мне нельзя выходить на улицу, ребята. Ко мне как магнитом бегут брошенки собаки. Вчера я увидела Йорка, которого я уже возвращала, которого рассказывала, что мне пришлось аж отбирать людей, которые не хотели его отдавать. Я, короче, опять его увидела, что он бежал. Я не смогла его поймать. Я делала вывод, что мне очень-то и нужна собака, скорее всего. Ошейник у него был, который растягивается. Это мое второе предположение, что он просто расстегнулся. Ребят, покупайте ошейники на фастексе. Они не растягиваются. Они недорогие. А вот эти вот коричневые, знаете, такие дешевенькие, они на сандалиях такая застежка. Они растягиваются, собаки убегают, пугаются. В общем, я опять его на том же месте видела. Он куда-то унесся. Женщина какая-то с Юрком тоже это увидела. Я говорю, я его уже возвращала. Опять вот смотрю, бегает. Короче, у меня и так проблем много со своими, имею в виду, дел. И второй раз я не стала бегать, его искать. Никаких объявлений не видела. Возможно, уже нашли. Не суть. Я, представляете, я нашла корги. Мы гуляли. Вернее, как бы не я нашла, я взяла его на передержку. Звонит мне Наташа, с кем мы вяжемся. Девочки к нам приходят на вязку. Она говорит, Настя, у вас корги там не терялся? В вашем окружении гуляли. У нас в окружении нет пемберков? Я поехала, посмотрела матчи корги. Мне жалко стало. Я взяла на передержку. Он у нас полтора суток побыл. Я очень сильно переживала. Я понимаю, что корги не теряют. Корги дорогая порода собаки. Ну, в общем, мы не слили, тут бесились. Я сейчас вам вставлю видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С хорошим концом я выложила на Авито без фотографии собаки. Чтобы было доказательство, чтобы мне прислали фотографию, что это их собака. Я никуда не опубликовала, только Авито. Если вы действительно нашли собаку, выкладывайте на Авито. И, возможно, хозяева первую очередь заходят на Авито, а не все вот эти куча пабликов. Я думаю, если через день не найдут на Авито, значит, плохо ищут. И тогда уже опубликую в паблике. Но утром я написал Сергей и приехал, забрал собачку. Очень мне понравился этот кобелек. Его зовут Арчи. Мы с ним гуляли вдвоем. Они тут... Ну, два корги – это просто милота, оказывается. И Лилия очень счастлива. Она с моими особо не играет. И она любит собак своего типа. И корги с корги очень классно взаимодействуют. Ну, в общем, супер. Такой опыт появился. Ну, в общем, собаку я вернула, забрали. А тут я решила показать отправочку. В основном это мои зрители заказывали. Большой вам привет и спасибо большое, что нас выбираете. Так вот, наша закупочка ежемесячная на мое количество собачек. И хотела показать. Вот мы Флориду кушаем, я говорила. Йорики и Бетти хорошо кушают этот корм. Но, например, корги не подходят. И уже два месяца мы едим вот такой корм. Супер премиум Карника. В этот раз я взяла с кроликом две упаковки. Он подходит для стерилизованных собак. То есть он нежирный, он хорошо, процент яс, хороший, хороший процент жирности. Он идет тут с горошком, с клевером. Прошлый мы брали с ягненком, и там в составе были мидии. У нас это какую-то аллергику такую вызвало. Это корм ест корги. В дальнейшем я маленький. Хочу на него перевести. Просто сейчас для мелких пород есть только полтора килограмма. Чаки просит вкусняшки. Не обращайте внимания. У него сейчас хороший аппетит появился. Сейчас покажу корм, который он ест. И также Лиля ест желтый. Я их комбинирую. То есть сначала мы съедаем пачку желтого, потом розовинку. Желтый ей очень нравится. Это индейка. Курицу я не даю ни одной из своих собак. Ни вкусняшки, ни индейки. Иначе просто начинают течь глаза. Присмотритесь к этому корму. Это не реклама. Я все покупаю за свои деньги. На ютубе мне не платят. Не надо писать ерунду. Я просто, когда снимаю такие видео, думаю, что вот, мне все выставлено, мне все бесплатно. Ошибочное мнение. Я все покупаю за свои деньги. В блогерах никто не содержит. И их собак тоже никто не содержит. И что мне нравится. Здесь идет линейка для здоровых суставов. То есть здесь в составе хондропротектора уже есть. И дополнительно давать ничего не нужно. Не нужно собак закармливать витаминами. Просто покупать ей хорошее корма с хорошим составом. Этот корм продается только в магазине Зоозавра детского мира. Вот подружка моя с Корги, они тоже перевелись. И мы как-то одновременно перевелись. И им хорошо подошло. У них Корги аллергик. И нам подошло. Единственное, что и Лили выкобенивается насчет ягненка. У них есть еще холистик в золотой упаковке. Но высокий процент мяса для не особо активных собак. Для мелких это не гоните за большим процентом мяса. Потому что не такие у нас активные собачки маленькие. В плане это больше для больших собак. Так, формина я купила вчера с ягненком и черникой для миников. Самые маленькие гранулы. Это итальянский корм. Это французский корм. В общем, здесь большой процент мяса. Не увлекайтесь таким процентом мяса. Формина, она все-таки один из самых мясных кормов. Это мне нужно для восстановления после беременности у шпица. И для поддержания веса у чаки. Здесь маленькие гранулы. И это хорошо. То есть, вот две собаки у меня будут пока есть фарминку. Вот, именно НД. Они есть разные вкусы. Есть с рыбой. В общем, разные. Я все-таки люблю ягненка покупать с собакам. Юсю у нас сейчас плохо ест корма. Поэтому добавляю ложку паштета. Тоже у Зоозаври фирмы Харти. Он русский. Но, в принципе, хорошие паштеты. Ягненок. Это же ягненок. И индейка утка. Вчера мы еще съели большую упаковку. 400 грамм. 400 грамм на всех моих собак. Ну, хватает. Заразь. Также в магазине Зоозавра мне нравится, что покупаешь одни лакомства и 50% идет скидка на вторые лакомства. В итоге мы взяли 4 пачки по цене 2. Ну, суммарно примерно. Думаю, вы поняли. У них есть приложение. У них, кажется, во многих городах сейчас Зоозавр есть. Вот. Что мы взяли? Первый раз я решила попробовать уши в плане с шерстью. Говорят, с шерстью... Ну, это... Это козьи уши, кстати. Мы не пробовали козьи. Говорят, шерсть это естественная чистка зубов. Она, в принципе, выходит естественным образом. Попробуем, конечно... Ну, обычно всегда такие лысые уши. Главное не покупать обеленные лакомства. Потом взяли шейки утиные. Тоже первый раз всегда выбрала куриные. И Зоозавр говорят, курицами полностью ушли. Сто лет не брала деревенские лакомства. А тут решила взять. Тоже с уткой. Они такие большие. Там вот такая вот штучка кожи. И вот такие решили попробовать. Говорят, собачки любят с рыбой. Если вы прекрасный шпиц. Не брала я эту фирму, вроде бы. Здесь чисто такие стейки рыбки. Рыбка полезна для собак. Как лакомство. Можно даже с рыбой брать. Карника тоже есть. Единственный минус карники. Еще не доработан. У вас весовка для уже таких маленьких шобочек. Потому что полтора килограмма очень мне неудобно брать. Но если у вас, в принципе, одна собака, то пожалуйста. Я вообще 12 килограмм беру. Но 12 килограмм тоже у карники сейчас нет. Только холистик золотой. По стоимости 2000 за 3 килограмма карника. Желтенькая. Отличная цена. Отличное качество. Маленький выход. Нет аллергии. Тут, кстати, написано, как переводить. Еще раз повторяюсь, это не реклама. На рекламу я корма не беру, потому что очень сложно все это подбирать. Как вы видите, у каждой моя собака индивидуально. И как бы мне не хотелось кормить одним кормом, все равно у всех какие-то нюансы. Вот такие покупки с покупками. Все. В принципе, я обычно покупаю еду, вкусняшки. Вкусняшки очень редко. У нас просто все закончилось. Вот наш ящик. Где-то все лишь бы у нас. Вот остались чипсики от Триол. Очень их любим. Прям вообще. И еще жвачки. Жвачки для собак. Вы эти. Даже нам нравятся. Ну, это такие вот. Не мясные у нас вкусняшки остались. И хочу оставить отзыв про хондропротектор от Рогликан. Все отлично. Единственное, собак их не ест. Приходится засуровать. Никаких проблем я не вижу с суставами. Можно пропить один месяц, там раз в полгода, раз в год. Но у нас была проблема, оказывается, не с суставами. У нас были натоптыши на лапах. У Лили все прошло. Но соотношение цены и качества хорошее. В районе 500 рублей такие витамины. На месяц вот хватает. Вот. Ну, все остальное у нас тут корма. Вот в таких вот контейнерах я храню. Это Флорида. Пока мы не ушли от Флорида. Она подходит моим собакам. Вот сюда у нас пересыпается. Вот для Лилечки. Флорида подходит моим собакам. Беру только с ягненком. Куриный больше не беру. Легкие у нас на курицу практически всех собак. Ну, как-то так. В общем, такие покупки. Еще я вчера ездила в Гусь Хрустальный. За компанию с мамой. Она там покупала люстры. А я взяла себе вот такой заварник. Очень хотела я прозрачный заварник. Если хотите, я оставлю ссылку на Валберис. Но я покупала на оптовом рынке. Но на этом рынке как раз-таки и закупаю для Валберис. Фирма Келли. В общем, он не лопнул. Это жаростойкая... Короче, как-то так стекло. Здесь есть сисечка. Классный. В общем, я туда заварила турецкий чай. Ну, хочу какой-нибудь чай тоже заказать в Валберис. А попробовать. Такой специальный. Ну, короче, это сейчас очень модно. Вот такой деревянный стиль. У меня еще совы были такие вот. И это зайчики из фарфора. Это просто совушки. Ну, в общем, мне нравится. Оформление моей кухни. Я тут все запаюсь. И, кстати, мы вчера... Я же говорила, в прошлый вечер хочу новый пылесос. В общем, мы купили пылесос. Xiaomi. Очень классный. Очень удобный. И здесь есть прям реально функция моющего. Он разговаривает. Он классно убирает. Мне вылезал просто всю квартиру. По сравнению с Тефалевским, который предназначен для животных. То есть серия 60 Animal. Короче, ребят, мы его сдали в сервисный. Потому что он меня бесит. Он ни хрена не убирает. Он только развозит шерсть. Он собирает ее в клок и оставляет. Если брать пылесос, то что-то из Xiaomi и выше. Вот эти Тефалевские. Ну, два раза у меня Тефалевский был пылесос. Мне не нравится. И также беспроводная палочка. У нас тоже от Xiaomi. Мне нравится вообще. Шерсти у меня дома теперь нет. Прям Xiaomi классный. Я вот изначально хотела Xiaomi, просто что-то не было. Ну, короче, вот конец. И он белого цвета, а раньше у нас был черный. Чуть позже оставлю отзыв. Сейчас он новый. Но за два дня я просто вот любовь. Он реально очень круто убирает. Но видно, что он мощный, он не тупит. Зарядки надолго хватает. И очень удобное приложение. По сравнению с Тефалевским, Тефалевское приложение тупит. Вы знаете, как будто бы VPN включен. Вот так вот тупит очень сильно приложение. Мне это бесило. Оно реально тупое. В общем, вчера было решено заменить пылесос. Короче, он реально крутой. У меня это прям по столу. Достала рыбку из вкусняшек с лососями, с пунцом, я чуть не помню. Короче, Бэть, все, с ума сошла. Проси, Бэть, Бэть, проси. О, Боже. О, Боже. Это Боже. Сейчас соседи-то придут. Давай, Маши. Давай лучше, Маши. Молодец, Маши, 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 Маши. Маши, Маши. А тебе немного будет такой рыбок? Немного, да? Немного, вкусно. Бэть, очень вкусно. Так. Дога Самоир. По поеданию вкусняшек. Как вкусно, да, Бэтичка? Сейчас пойдем Йорком давать. Йорком. Вкусно, да? Бэть, по-моему, первый раз рыбную вкусняшку ест. Вот он ей как нравится. Все, давай, занимайся своей рыбкой. Не буду ничего разламывать, пусть ест. Все-таки хищник. Ну и, как всегда, покажу вам найденки из Маркус Шопа и нашего магазина. Смотрите, какие пижамки классные. Качество просто потрясающее. И, знаете, это размер прям экс-эска. Вот моя рука, короче. Где-то сантиметр 18-19. Прям маленькая-маленькая экс-эска. Но все-таки все равно у меня есть такие клиенты, поэтому... Ну почему бы и нет? Классные вообще. Это просто фотографировала. Я теперь люблю фотографировать вот здесь, на окне. Своими перьями. Наш аквариум, кстати. Очень сильно мне не до него. Просто здесь заросли. Смотрите, как этот... Оброс какого? Мох. Жесть. Его надо стричь. Прям даже жалко прям отдать бы кому-нибудь прополку этого мха. Потому что я его буду прям... Депиляцию, короче, ему делать. У меня две рыбки всего. Скалярия такая. И вот такая Даню одна. Им хорошо вдвоем, в принципе. У нас небольшой объем аквариума. 35 литров. Ну, в принципе, хватает. Много рыб не надо вообще. Ну, вот эта рыбка у меня вообще уже почти полтора года живет. Скалярия тоже. Писцев 8. Вот они такие хорошенькие. Не дерутся. Ничего, все ок. Ну, я бы хотела креветок купить. Вишневых. Либо голубых. В стайку. Ничего я больше люблю таких вот креветочек, чем рыбок. Но скалярия не нравится, конечно. Пусть она одна. Короче, надо подмену делать вот этим сифоник. Ну, учитывая мой ритм жизни. Ну, рыбы это такие. Если не умерешься, ничего страшного. От двух рыбок у меня тут не особо просто параметры воды испортились. Нужно чистить, короче. Цветет у меня все. Надо подмены делать, короче. Нам поставили тут воду прям рядом с домом. Надо ее взять, отстоять. И хотя бы днем через 4 сделать подмену воды. Парсифонить грунт. Ну, в общем, у кого есть акварио, у меня пойдет. Парсифонить грунт.